Всем-всем привет! Сегодня уже вторник. Смотрите, какая у нас погода. Ночью шел сильный дождь, а я картошку не убрала, девчата. Она вон так лежит. Ну, зато помылась. Помылась. Я еще думала, сегодня... Ну, сейчас сыра там затопчешь только. Если к вечеру протряхнет, я пройдусь. Еще, может быть, и подкопну. На море поехать не получается. Вера хотела. Я говорю, ты что, дочка, после такого дождя там волны. Да я читаю в инстаграме, что около 20 человек чуть не утонуло на море. Вот за эти вот... После дождя лезут в воду, когда огромные волны. Вот этого делать никогда нельзя. Мы не настолько такие пловцы, чтобы лезть в море. Говорю, нет, переждю. Зачем? Вот огурцы вчера собрала. Сейчас гляжу, прям вот вижу, не залазяя в грядку, я вижу кучу огурцов. Понимаете? Ну, сейчас я хочу сделать кальмары. Они у меня подтаявшие. Сейчас я покажу, как буду их чистить. Девчата, это отдельным видео сделаю. Как я почищу их, порежу и сделаем их кружочками, колечками. Будем макать и жарить в яйцо. Вот моя соседка в грядках работает, как всегда. Человек любит землю настолько. Она зимой и летом бы сидела бы в любимом своем огороде. Ну, молодец. Молодец. Движение – это жизнь, не то, что мы. Это мы сидим. Ой, девочки, пришли мои крючки. Кловер японский. Так быстро. Я очень рада. Но они пришли мне на мою почту. Они пришли на вторую речку. Я туда позвонила. Почему? Не понимаю. Указываю свой индекс, а приходит на другое почтовое отделение. Но мне ответили, что сегодня перекинут на мою почту. Завтра придут. И, по-моему, пришли китайские крючки на нашу почту. И Вероны две палетки. Она заказывала тени там, тени, всё такое. Поэтому, скорее всего, завтра мы побежим на почту, конечно же, и получим наши посылки. Вот. Муська соседская пришла. Ага, тут воды. Мусье. Села под стол. Тоже её не кормит сосед. Зачем живность заводит? Хочу ещё сбегать на китайскую, на Китай-город, купить чеснок. Чеснока вообще ни одной головки в доме нету. Надо чеснок, чтобы что-то сделать с огурцами. Мне там с кольтами можно сделать лодочки и запекать с огурцов. Надо попробовать, девчата. Я так не пробовала. Но, конечно, можно. Можно всё, что угодно экспериментировать, девчонки. Ой, ну тут травы. Глаза бы не видели. Столько травы, девочки. Вот дождь. Дождь проходит. Видите, как поднимается трава? Это что-то с чем-то. И пауки. Вот паук наплёл пауки. Ну вот она. Видно? Не видно. Но я их уже не трогаю. Так вот метёлкой сметаю аккуратно, если бельё вешать. А так я их не тревожу. Висят они и висят. Я вот сижу вечером возле своего окна, да, на веранде. Сетку стала вешать, девчата. Потому что у меня уже который день он их под крыши, что ли, сплёл. Паутину. И вот так сползает до половины окошка. Огромный паук. Ну неприятно. Я их не люблю. По поводу трубы. Вот тоже написали. И Таня, надо найти человека, чтобы трубу вот эту проковырял. Труба выходит в сам колоец. Я как-то откачивала колоец. Ставила туда маленькую лесенку. Спускалась. И такой железкой залазила в эту трубу. Ну где-то, может быть, может быть, с полметра она туда заходит. А потом чувствуется, что там всё забито землёй. Вот о чём. И не знаю, там можно это проковырять или нет. Как это можно сделать. Но надо, конечно, вот кто занимается вот такими вещами, попрозванивать мне по телефону и поспрашивать специалистов. Или же вскрывать пол, вытаскивать эту трубу и новую прокладывать. Или же просто вот так желобок прям сделать, чтобы он, ну как бы, вот то, что выступает на полу в коридоре, да, чтобы он вот так под наклоном прям стекал в колодец. Я даже не знаю как-то. Ну, придумаем что-нибудь. Что-нибудь придумаем. Птичка моя поёт, как всегда. А я пока, девочки, пойду кофе выпила. Выпила кофе. Я вчера ещё провязывала кокетку. Связала, чтобы вот здесь вот это место было по свободней подмышкой. Я подлиннее. Но так вот приложила, как бы, росток, да, там 5 сантиметров, если, то у меня как раз кокетка будет достаточно по длине, 20 сантиметров. А можно даже было бы и 22 вот здесь вот сделать по свободе. Но там я буду мерить. Мерить. И тогда уже выйду на те сантиметры, которые мне нужны. Потому что летом хочется одежду более свободную, чтобы она не было скованности. Движение должно быть свободное, потому что очень душно. Особенно по нашей девчатой погоде. У нас стопроцентная влажность. Вот сейчас дождь прошёл. Видите, какой туманище. Вот туман стоит. Ну, хоть сегодня ветерок небольшой. Видите, макушка вон качается. Вот такая погода. Это просто шикарно. Если вот сейчас встанет вот такая погода, мы сразу поедем в Артём. Надо в Артём съездить. И вот это ещё надо мной. Когда мокло в меч висит, что съездить туда, забрать документы по оплате на комнату, оплатить, чтобы этот груз ушёл. Дочь мне говорит, мам, там пеня тебе насчитает, Наташа. Я говорю, никаких пеней. Я их никогда не плачу. Просто не плачу. Я оплачу за год. Вот в месяц там выходит тысяча. Значит, 12 тысяч. Ну, сейчас у меня уже там не год, а полтора. Полтора года. Поэтому будет побольше сумма. Ну, не страшно. Они прекрасно знают, что комната эта под замком, и там никто-никто не живёт. Поэтому я квитанции не получаю в руки. А ежемесячно ездить в Артём заради квитанции тоже не получается. А у них, видите, как на неделе пять пятниц. То в одном месте всё это было. Сейчас в три места раскидали. Вот эти вот, чтобы взять квитанции. Конечно, мне там придётся ещё побегать. Ну что, не буду тянуть время. Пойду займусь кальмарчиками. А, и поставлю картошку в мундире. Мы с Верой любим помакать в маслице. Это вкусно. Напоминает, знаете, детство. Поэтому я немножко сейчас соберу небольшой картошки. Поставлю её сварить. А этим временем будем чистить. Чистить кальмары и жарить. Пережарим и идём на Китай-город. Всё, пошла на кухню. Ну вот, девчата, я на кухне. Быстренько управилась. Сварила картошечки. Уже выключила. Сейчас солью. И будем с Верой кушать. Помыла вот огурчики наши и один помидор. Видите, как портится? Говорю, нельзя покупать. Всё равно купила. Порезала кальмар вот такими долями. И хвостики вот порезала. Ещё сюда лук добавим. Ну, это мы сейчас покушаем, девочки. Побежим. Видите, у меня стоит телефон, на который я снимала свою кулинарию. А мы попьём, значит, наш компотик. Сейчас я уберу на печку, потому что у меня стол был занятый. Солью картошку, мы поедим и побежим на китайский городок. На Китай-город. Мне нужен чеснок, девочки. Я приду, уже тогда буду готовить кальмары. Их очень быстро сготовить. Вера хочет всё же шаурму купить. Ну, пусть купит. Я говорю, ты не боишься отравиться? Я боюсь. Ну, не боюсь, говорит. Я говорю, хорошо, ладно, купим. Там вроде как чистый такой павильончик. И уже тогда придём, будем готовить. И буду сегодня, девочки, ещё снять хочу по-по-по кокетке. И, ну, хотя бы по кокетке. И начать потом вязать. Буду начинать сарафан, проймы. Я буду вязать на камеру. Вот там зеркало мы повесили. Видите, с фикс-прайса покупали. Вот зеркало, полотенец куча. Для лица, для рук. Ну, и для тела, конечно. А там моя мойка. Вот. Ну, и эту повесили. Поэтому я вам всем привет-привет передаю. Вот она я. Окно открыто. Кошек вытурили на улицу. Потому что пока я чистила, девчата, они мяу-мяу-мяу. Муся прибежала. Хозяйка во дворе мне нравится. Но Муся бежит сюда. Я говорю, Вера, выпусти их за порог. И дверь прикрой. Потому что они мне не дадут снять видео. Ладно, девочки, сливаю картошку и кушаем. Кто сейчас в это время кушает, всем-всем приятного аппетита. А мы быстренько, быстренько нам надо поесть. Потому что время, девочки. Смотрите. 20 минут четвертого. Мне надо бегом съездить. Сбегать. Съездить на одиннадцатом номере. Побежать, побежать. Купить чеснок. Может быть, там что-нибудь вкусненькое увидим. То купим. Придем, вам покажем, что же мы купили. Все. А пока мы садимся кушать. Кто с нами, всем приятного аппетита. Девчата, мы на Китай-городе. Вера, Вера делает селфи. Вот в овощной ходили. Взяли дыньку. Ну, то, что я искала, я нашла ручки для люков в подвал. Одну ручку купила и вторую. Ну, и взяла там луку. Ничего такого не брала. Она искала вот ручки. Самое главное, что мне надо было. И дыню она захотела. Я говорю, ну, давай дыню возьмем. А в следующий раз придем и возьмем уже арбуз. Смотрите, какой, девочки, туман пошел. Невыносимый. Вот. Ну, все. Этот раз у меня нету как-то вот настроения ходить. По бутикам прошли. Ну, что-то все одно и то же, девчата. Надо вот что-то с потолком решить. Но я прошла, мне говорят, или вот такие же панельки купить, как я на кухне делала. Пластиковые. Может быть, действительно их сделать. Или же вот эти квадраты. Ну, квадраты не хочется, потому что это с улицы входишь, и этот коридорчик. Может быть, все же я решусь и куплю панели, и сделаю обои. А, Вера, туда пошла ты? Ну, ладно, девчата, а то я пошла в другой конец, а Вера в этом, в этой стороне. Вот, прошли, что-то туман-туман прет, как бы не пошел снова дождик. Вот здесь ковры, ковровое покрытие, там вот пластиковые окна. В общем, все работает в обычном режиме, девочки. А мы пойдем до дому. Вера пошла, видите, двором. Вот там вот дворик мы пошли. Дома подключусь, девчата, все. Ну вот, девчата, мы пришли домой. На улице туман пополз, прям густой-густой. И сразу такое испарение ужасно. Идешь, трава вся мокрая, там дорога мокрая. Тропинка наша тоже заросла травой. Тяжело по ней прям идти. Ну, мы сходили, то, что я хотела, я купила. Сейчас вам покажу, что же там мы взяли с Верой. Вот, девчонки, я купила две вот такие потайные ручки. Это на люк. Вот одна на веранду ходить. Вот, закрыть, а то у меня на веревке там привязана. И одна на верхнем этаже в подвал. Вот такая вот тоже ручка будет. Чтобы, ну, это Костя придет, я ему скажу, здесь надо делать углубление. В принципе-то я и сама могу. Но все равно я не буду этим заниматься. Он придет, выпилит там небольшой кусочек. И прикрутит мне эти ручки, чтобы поднимался подвал и сюда люк. Купила, девочки, вот немножко лука. Лук, вижу, такой прям вот хороший, сухой. Ну, лук всегда уходит. И взяла вязку. Ну, молодой вроде как, неплохой чеснок. Там были такие головки в головках. Ну, тот дорогой, 350 рублей. Что-то он сказал за килограмм. Я говорю, ой, нет, не буду брать. Пучок взяла укропа, который ничем не пахнет, девчат. Домашний укроп берешь, он пахнет. Ну, ничем не пахнет. Я так, ну, ничем. Вот ничем, девчат. Я смеюсь, меня, простите. Я нюхаю так, укроп, говорю. Но он не пахнет укропом, честное слово. Ну, китайский. Вырастили, вон какой здоровый. Огурцы будем солить. Но он не пахнет. Домашний пусть он полувялый, полудохлый. Его возьмешь, он запах дает. Вот, Вера купила себе чай, она самсу эту брала. Как ее? Не самсу, а как называется там. Ой, даже не доела ее. Вон она принесла кусочек. Ой, две семечек взяли. И говорит, мама, ну шоколадочку. Я говорю, ну возьми себе хоть сникерс один. Не разрешаю, девчат. На руке опять вылезла вот эта штучка у нее, что на ручке. И я ее ругаю. Говорю, нельзя ты, когда наедаешься, вот тогда напала на эти чипсы. Чипсы, чипсы, лапша. И у нее снова вылезло вот это место на руке прыщики. Поэтому говорю, Вера, не увлекайся. Взяли дыню, вот, несли. Дыню я сейчас ее помою, разрежу, почищу. И пусть девчонка ест. Дыня по 90 рублей, девочки, за килограмм. Вот за дыню я отдала 330 рублей. А за лук, семечки, чеснок, укроп, который не пахнет абсолютно. Знаете, вот чем-то пахнет, но только не укропом. Ну, понятно, чем. Такие вот стебляки разве вырастут на огороде? Чем-то поливают, девочки. Китай настраивает. Ну, делать нечего. Огурцы надо их помалосолить. Я говорю, все равно куплю. Вот за это, две пачки семечек, это я отдала 470 рублей. А что я купила? Шесть луковок, пять чесночин, укроп, чай, один сникерс и две пачки семечек. Все. 460 рублей. 470, она говорила. Ну, 460. Там одна женщина набрала кукурузу, она ей как посчитала, она говорит, нет, забирайте назад. Но дорого. Они одни остались. Когда там было несколько магазинов, они как-то конкурировали между собой, цены опускали. А сейчас он один овощной и еще там один. Ну, они, видать, в связке. И цены там, конечно, я уже подумываю. Но так, как раньше мы брали, мы сейчас там не берем, девчат. Потому что очень дорого. Очень дорого. Ничего не возьмешь, деньги убегают. А это мы ходили-ходили долго искали. У китайцев была побольше, 150 рублей штука. Это я купила за 80 рублей. Одна, но у наших, у русских. Вот. Там я знаю, что у них вот эти всякие прибамбасы к душам, к ваннам, к комнатам. Ну, вот как их провода железные. Не провода, а трубы. Трубы цепляются, которые... Ну, много там кое-что. Хознужды вот эти. И нашла у нее. Я говорю, ой, я к вам пришла. Она говорит, да. Я говорю, да. Искала вас, думала, вы съехали. Она говорит, не, мы еще сидим, пока держимся. Многие киоски уже съехали с Китая города. Многие не вернулись с Китая, когда уехали. Так их киоски и закрытые. Прям с товаром. Ну, просто они закрыты, девчат. Хозяин поехал на Новый год, а назад он не вернулся. Поэтому я пойду переоденусь. Пойду картошку, что у меня на улице, соберу ее. В ведро, что ли. Ой, что-то у меня спина так заболела. Сейчас поедим с Верой дыню. И надо огурцы замочу. Я их в ведерке замолосолю. У меня ведро есть эмалированное. Вот в нем и замолосолим. Рассол приготовим. Ну, это буду делать уже потихоньку. Вот. А сейчас поедим дыню. У меня же еще работа, еще работа. Вон стоит кальмар. Вон две чашки. Но это в другом видео будет. Поэтому я там буду жарить. Сейчас немножко остыну. Пошла, девчата, за картошкой. Картошку соберу, потому что боюсь, как бы дождь не рванул. А опять туман-туман. Ну, не знаю даже, что погода прям вообще. То жара была, а сейчас опять тянет. Ну, посмотрим. Дождь так дождь. Что теперь сделать? Как нам небесная канцелярия выдаст погоду? Такая и будет. Видите, у меня же голова мокрая, девочки. Ладно. Разрежу дыньку. Я вам покажу, хорошая или нехорошая. Хорошо? Девчонки, сейчас я ее зарежу и посмотрим, что же тут нам Саша предложил. Вот это, говорит, хорошее. Я говорю, хорошее будет? Да, да, да. А я не умею выбирать, честно сказать. Как-то я не могу. Ну, и еще в этом году мы ни разу не брали ни дыню, ни арбуз. Вот. Ну, вроде бы ничего, но она не сильно, конечно, спелая. Сейчас мы ее вычистим ложечкой прямо пройдемся, да. Семечки уберем. Пошла картошку, девчат, собрала. Что-то боюсь, что дождь пойдет. Какая-то такая погода. Говорю, Вера, шаурму свою доедай или, говорю, выкини. То она сейчас полежит, и можно будет травануться. Она говорит, ну, я ее доем. Я говорю, ну, доедай, раз ты любишь, то кушай. Вот, сейчас ее порежем, девчат, и наедимся. В другой, говорю, раз, пойдем, говорю, Саша, к тебе за арбузом. Говорит, приходите. Я говорю, ну, конечно, придем. Куда же нам деться, да. Ну, вот такая, девчонки. Но я хочу сказать, что она должна быть... Неплохая, но бывает и лучше. Поэтому сейчас Веру буду кормить. Пусть она наестся. А вы знаете, что сделаем? Вот так. Пополам ее разрежу. То ломки большие, неудобно держать. Вот. Пошла к соседке, зашла. Думала, туда шли. Она лазила там в огороде. Думаю, пойду посмотрю, как ей сделали печку, которую топить. Она уже починила. Кричала, кричала. Гали нет. Она, видать, убежала домой. Думаю, вот, я только собралась к тебе посмотреть печку. Ну, завтра я ее увижу. Она приходит-то день через день. И посмотрю печку. Если мне понравится работа печника, значит, я этого печника приглашу, девочки, к нам. Ну, переложить надо печку внутри. Саму топку, не вот эти обогреватели, там все классно. А вот сама топка, я там сама мудрила, девчата. У меня тогда обвалились колосники. Ну, и пришлось мне там самой делать. И духовку вставляла сама. Поэтому хотелось бы ее, конечно, переделать. Но у меня печка, она обшита железом. Вот, я не знаю, он обшивает, не обшивает. Ну, завтра я ее подкараулю. Если она придет, то я обязательно посмотрю. Режу всю. Че тут уже оставлять-то, да? Оставлять нечего. Надо есть пока. Пока есть, че есть. А, девчат, сейчас я попробую, вам скажу. Ну что, мои дорогие, будем пробовать снимать. Вы знаете, хоть в удовольствие почавкать. Ну, я скажу, неплохая, неплохая. Ну, когда она вот спелая-спелая, она аж до самой шкурки спелая. Правда же? Она мягкая должна быть. Так, неплохая. Сладкая, но не медовая. Сейчас Вера там съест шурму свою. Шурму. Она взяла, там ходила с ней, я говорю, кушай. Она говорит, да ну, на меня все смотрят. Я говорю, и что? Бери и ешь, пока она как бы теплая и свежая. Вот сейчас я оскомину собью. И потом мне долго-долго ее не надо будет. Арбуз надо еще купить, девчат, сходить. Ой, пришли у меня аж эти, тапки на ногах промокли. Земля влажная, трава вся влажная, роса. Тропа там заросла, на Китай-город. Я все же думаю, может быть, мне там замерить потолок. Да, действительно, пойти купить, они привезут вот эти панели, что я вот здесь вот делала. Их я и сама могу прикрутить. Там потолок деревянный. Девочки, ем, а с меня кап-кап-кап пот. Ой. Не пишите, что я ем на камеру. Можете писать. Я ем. Я показываю свою жизнь, девчата. Без дубляжа. Дубляжей нет. Есть только жизнь, она моя. И она одна. Такая, какая есть. Я считаю, что в свою жизнь не надо там что-то придумывать. Но она как есть, как умеем. Каждый человек живет так, как он умеет. Вера там смотрела, смотрела. Сашке подарок. Он же именинник 28-го или 27-го. 27-го, по-моему. Августа. Ну, она там туалетную водичку ему покупала. Посмотрела, там купить нечего. Я говорю, поедем в город с тобой, купишь. Купишь ему подарок. А мама говорит, тебе купит подарок. Она говорит, я тебе подарю кошек. Я говорю, ну да, да. Ты-то кошек. Я не знаю, может быть, они куда-то пойдут на его день рождения. Ну, видите, сейчас еще в кафе как бы ходить тоже. Ну, не нужно. Хотя, девчата, все ходят без масок. Все ходят, все в обычном режиме. Люди. Вот я поела, я уже наелась, девочки. Я уже не хочу. Вы знаете, что я хочу? Чаю. По-моему, чаю я всегда хочу. Нет такого, чтобы я не хотела и утром. Сегодня, боже, время полседьмого, девочки, мои родные. Вот сейчас сниму еще кальмары, приготовлю. И уже и вечер. Боже. Так хочется крикнуть, остановись в мгновение. Вот как день пролетает моментально. В молодости так быстро время не бежало, как вот. Чем старше становишься, тем быстрее утекает время. Вот. Все хочется успеть, а не получается. Просто не получается. Вот сходили пока. Все, я сейчас буду делать кальмары. Вера пускай идет, берет себе в тарелку, накладывает. И кушает тогда наверху. Я искала Галю, гляжу Муся. Муся прибедняловка. Вы представляете? Я думала, Галя ее не кормит. Там стоит чашечка с водой. Чашечка с гречневой кашей. И Муся навертывает кашу. Я говорю, Муся, это ты, значит, такая хитроумная, прибедняешься, приходишь, как будто тебя не кормят. Она и там, и там умудряется поесть. Поэтому, слава богу, но ее никто не обижает. Вот Васьки я не вижу. Может быть, он куда-то делся. Я завтра, если увижу Галю, я спрошу. Потому что Ваську давно. Вот он приходил в тот день, когда вот наш Васька погиб, Наташа умер. Вот он за ним побежал, и на следующий день он умер. Вот. И больше я и того Ваську-то не видела. Даже, даже. Куда он делся, непонятно. Ладно, девчат, пойду звать Веру. Пускай идет, набирает себе, кушает. Там наверху покушает. В мисочку наложит. А я пошла делать кальмары. Вот. Буду снимать. Чай вперед попью. Ну, а к вечерку к вам подключусь. Подключусь, мои дорогие. А пока всем хорошего денечка. Пусть этот день вам принесет только самое-самое хорошее. А я пошла работать. Девчат, у меня 10 вечера. Дыни объелись. Смотрите, половину съели. Вкуснейшая. А это типа кляра у меня было. Я все это на сковородку кинула. Завтра Муське отдам. Муся съест. Наготовила, девочки, сегодня вот колечки в сухариках. Это кальмар вкусный, вкусный. И вот хвостики от кружочков-то я взяла, пережарила. Сейчас уберу все здесь со стола. Мы уже поужинали. Надо все убрать. Это тоже я сейчас сложу. Вы знаете, у меня миски. Мне вот такую дочь подарила, девочки, мисочку. Классная. Смотрите, какая красивая. Вот в нее сейчас все сложим. Она тоже с дырочками. И видите, такая вмещаемость приличная. И еще одно она мне подарила. Ну, это вот моя была из-под изюма. Вот такая. Видите, тут на два как бы литра. Опа, упала. Ну, шутся, я подниму. И это говорит о том, что я уже устала, девочки. И вот такую девчата мне тоже Наташа привезла. Мама тебе. Она здесь, видите, снимается крышку. То есть можно вот эту крышку сюда одевать или туда. Или как бы вот так вот защелки, видите, в два этажа получается. Ну, что-то можно ложить. Это я еще не пользовалась. Ага, тоже тут вот дырочки, видите, дырка. Вот открывашка. Для продуктов. В общем, сейчас это переложу все. Полотенце он принесла. Белье еще даже не раз вкладывала. Девочки, сломалась моя селфи-палка вот здесь. Сейчас вам покажу. Уже третья, наверное. Я же ее постоянно кручу, как бы сказать, да? У меня, вот Костя мне приносил. Это профессиональный он хороший. Штатив. Он вот здесь крепится. То есть ноги не разъезжаются. На мой рост высокая. Но вот здесь вот не подходит головка от штатива. И приходится мне вот так изолентой. Я привязываю селфи-палку. А вот эта штука, я на сегодня два раза телефон падал. Вот эта вот штучка. Все. Все сломалось. Вот которая закручивалась вот здесь. Сегодня были на Китай-городе, девчата. Там была, значит, штатив, но более крепкий. Не такой, как мой тот. Я спросила, сколько стоит тысяча. Думаю, не, я не буду брать. Смотрите, сколько огурцов. Вот зелень купила, чеснок купила. Завтра мы их замочим. И замолосолим ведро. Я не буду по банкам делать, стоять возле этих банок. Не хочу, девочки. Просто неохота мне даже стоять. Тяжело я не могу. Не могу просто физически. Мне очень трудно. Вот здесь вода еще, видите, полы сырые. Хоть как. Я открывала целый день. У меня вот эта дверь открытая. И там я смотрела сегодня, откуда нас, зараза. Здесь вроде ушла вода. Но вон полы все, все-все сырые. Когда это кончится, не знаю. Вот до сюда она доходит. Вот тут дырка отдушина. И вода как бы шурует. Это я пошла картошку собрала сегодня. Там немножко у меня постояла на улице, обсохла. Это вот наша. Спрашивала, как на вкус картошка? Хорошая девочки. И я вывод сделала, что на посадку надо брать, ну, не меньше вот такой картошки. А мы сажали всегда маленькую. И маленькая она и вырастала. Вот крупную посадила. И вот крупная. Хоть и очень редко, редки посадила. Ну, сажала, знаете. Жарящие было. Я там тыкала. Говорю, сколько смогу, столько воткну. Но чтоб только-только покушать. Ну, вот выкопала. Не все еще выкопала. Здесь вот разгребала все. Думаю, надо убирать. И вот все это вырезать. Ну, сама не вырезаю ничего. Уже придут мастерам. Я думаю, что надо уже вызывать дожди. Вот посмотреть, когда там дожди опять. И вызывать, и замазывать там все. Заделывать, штукатурить. Ну, в общем, надо теперь или селфи-палку. А у меня, главное, все, которые я покупала в этом фикс-прайсе, они все вот здесь именно и ломаются. Там еще одна у меня лежит. Сейчас глянем ее. Да, вот и синенькая. Видите, вот это их, видать, слабость. Вот здесь. Они раз и отламываются. Отламывается вот эта фигня. Ну, что с ним? Куплю новую или что-то надо придумывать, делать. Может быть, от селфи... Вы знаете, мысль какая пришла? Сейчас я вам расскажу. Может быть, вот такую трубку взять, узенькую, да? Она же вот тут узкая идет. Вот сюда ее прицепить, как-то трубку. Или бы трубка, чтобы одевалась вот сюда. Вот оделась. Затянуть ее. И на ту трубочку можно уже вешать вот эту головку. Ну, вот такую вот штуковину. От того, от китайского штатива. Одеть бы вот сюда. И она бы работала. Вот об этом надо подумать. Надо сказать Косте. Может быть, он сообразит. И, ну, как-то вот закрепить. Потому что вот здесь вот этот набоклашник широковатый. А надо чуть-чуть бы, чуть-чуть другого размера. И я бы ее сделала. Что-то я села, девочки. Я сейчас к вам повернусь. Поболтать так мне неудобно. Ну, вот села к вам лицом. А то неудобно я так разговаривать не умею. Вот села. Время 11 час. Сейчас все в холодильник уберу. Помоемся. И времени уже нету, девочки. Уже вечер. Завтра посылки должны прийти на нашу почту. Надо будет поехать получить. Ну, а я бы, может быть, и не поехала. Но там, там, там же придут кловер-крючки. Как-то за ними не ехать. И китайские, по-моему, крючки. И верные две палетки этих теней. Поэтому мы съездим обязательно завтра с ней в этот, на нашу почту. Но надо-то вперед позвонить, что точно уже пришли. А то бывало так, я приезжала, они говорят, а мы не получили вашу еще посылку. Только я уезжаю, до дома добираюсь, они мне звонят. А вот только что пришла машина, и мы получили ваши посылки. Поэтому, девчата, я сижу. Я сегодня устала, если честно сказать. Что-то я устала. Там вопрос был такой. Татьяна, когда вы спите. Ну вот сплю, хватает, хватает времени и поспать. А вот сейчас же уберусь, девчат, да? Приму душ. А мне хочется еще и повязать. Хоть несколько рядочков. Ой, вот еще полотенца даже в комод не убирала. Как принесла. Они так и лежат. Вот так проходит день за днем. И вроде бы, знаете, и много-то делов-то не сделал. А так, думаешь, ну ведь за весь день и не присел. И не присел. Поэтому, я не знаю, почему-то мы, наверное, медлительны становимся, девчата. Мы уже не такие прыткие. Вот поэтому день, кажется, такой короткий, что ничего не успеваем. Да ладно. Как уж есть, так и есть. Правда же? Вот. Нам еще надо съездить китайца на рынок. Пока работает спортивка. Посмотреть там. Юбочки Вере. Ну и такую легкую обувку я хочу глянуть ей. По школе, если будем учиться, в школу ходить. Именно по школе внутри ходить. Чтобы легкой была обувь. Такая. Ноги не парить. Вот. В субботу она пойдет опять же на ногти. Один же ногтю не отклеился. В море пока плавали. А второй там что-то задевало. Но она позвонила и говорит, приходите в субботу, мам, переделаем. Ну это ученицы. Они учатся ногти делать и им нужны модели. Вот она пойдет в субботу. Я маму пойду. Я говорю, ну иди. Иди. Лишь бы, говорю, тебе ногти не попортили. А то ученицы-то учатся, попортят вот эти пластины. Вот. Вот это вот. Вот. Ладно, девчонки. Я буду этот, наверное, влог заканчивать. Потому что я что-то так устала. Это мне надо сегодня смонтировать еще два видео. Вот. А одно видео. Кулинария. Плейлист будет. И один влог. Наш. Кот сегодня наш, маркиз-засранец, так объелся. Девчат. Он тут мясной консервы, я ему открыла. Кошачий он наелся. Доста на... Уже вот жадность какая. Музька приходит, и они друг перед другом. А потом я пошла же там. У меня под вишней ямкой. Я туда выбрасывала очистки всякой вот такой вот. И туда выбросила кишки кальмарные. Все. Он, видать, их сожрал. Потому что я вышла вот сюда во двор. Гляжу. Все нарыгано. Я говорю, Вера, в чем дело? Она говорит, мама, он и дома нарыгал. Я говорю, как нарыгал? Бери. Как раз вот я готовила кальмары. Она пришла, дай мне тряпку. Я говорю, ну ты что, не знаешь, где тряпки? Бери тряпку мой. И его на улицу. Это он, говорю, переел. Переел от жадности. Я не знаю, что с ним случилось. Что она шарвала его. Ну, и Муся пришла. Я говорю, пусть они гуляют на улице. Тепло. Не надо, говорю, его домой. А то он, говорю, везде нарыгает. И будем ходить с тобой, искать по каким углам, где чего убрать. Поэтому ничего с ним не станется. Пусть сегодня ночует на улице. На улице тепло. Ночью дождь шел. Девочки, я просыпалась. Такой дождь шпарил. Но днем духота была. Духота и туман стоял непонятная. Не знаю, какая будет завтра погода. Я ей говорю, мы все равно с тобой съездим на почту. И у нас еще до выходных есть время. И поедем на море. Если Санька с нами не поедет, ну, значит, поедем вдвоем. Он все зовет ее на русский остров. А я туда, девочки, не хочу. Потому что, ну, добираться своим ходом, это мы будем добираться туда два часа и оттуда во два. Вот представляете, пока доберешься туда, и пляж где там, я даже не знаю, там еще надо до пляжа идти от остановки. И поэтому уже какой там будет отдых, уставший, уже здесь, говорю, дочка, поедем, сядем на эту, на электричку. И там вот с электрички вышел и сразу пляж. Буквально прям пяти минут нету. Спустился и море. Поэтому, если поедем, то поедем уже сюда, на санаторную. И нечего выдумывать. Конечно, когда, если бы на своей машине поехать, это другой разговор. Все равно, куда ехать. А когда пешком, девчат, это же надо покушать, взять с собой, взять воды. Это все унести. Взять, опять же, постелить полотенце. И получается, как бурлаки на Волге. Вот что получается. Ну, посмотрим, будем живы, все увидим. Правда ж, девочки? Ладно, на этом я буду заканчивать. Всем всего самого хорошего, девчата. Влог, наверное, я больше не буду вот эти дни. Снимать я не знаю, потому что надо снять по платью сарафану мне видео. Ну, поглядим, девчат, как будут силы, как будет настрой у меня, да? И нужно снять по моей вот тунике из тулипа. Вот это вот рассказать там, как, что и уже подрезы. Подрезы и азиатский росток. Потому что я уже вчера довязала полностью кокетку. Мне уже длиннее ее делать не нужно. Там только считать. Вот сейчас буду монтировать видео. И потихоньку буду считать, наверное, сколько там на плечике. Буду маркеры вешать. И потихонечку, может быть, сделаю записи. Вот, по юбочке. Чтоб завтра уже сесть с отдохнувшей головой. И все рассказать по юбочке надо сначала. Сколько там чего я набирала, что вывязывала. Там она очень просто вяжется. Схему вам выставлю в сообщество. И уже начнем. Я же связала до подмышек. Тоже расскажу, как и что. И будем вязать спинку и полочку по отдельности. И уже будем вывязывать проймы, горловинки и плечики. Вот это я хочу показать. Поэтому я ее и не вяжу. Если бы это не задумывала и не обещала снять на видео, я бы уже это платье сарафан, я бы уже закончила, девчата. Я бы уже его связала. Это однозначно. Плед тоже у меня там остается, значит, один моток целый и второй меньше половины. Вот это завязать, довязать, вернее. И потом сделать обвязку. И плед мой будет готовый. Поэтому дел-то много, много. Надо их потихонечку делать. Но будем делать. Никто же за нас не сделает. Ладно, девчата, всем самого-самого-самого. А с вами была ваша Татьяна. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok